То есть, людям вообще хотелось бы верить, понимаете? Любому человеку в этом мире хотелось бы верить в лучшее, понимаете? Да это, наверное, нормально. Ой, только так не бывает. То есть, чтобы возникло лучшее, его кто-то должен создавать. И если жить по принципу, жираф большой ему видней, то, конечно, безусловно, никакого вам светлого будущего что? Ну, не видать. Это естественно. Потому что жираф, он может большой, и может жирафу-то и видней, но вы спрашивали жирафа, он-то хочет, чтобы у вас было светлое будущее? Может, жираф не хочет? Может, жирафу его светлого будущего достаточно? Понимаете? Может, ему не надо ничего светлое будущее? Может, ему только своего светлого будущего достаточно? И кто-то когда-то нашел оригинальнейшее решение руководить людьми. Им врать. То есть, это потрясающий способ руководить идиотами. Чем больше ты врешь идиотам, тем больше они в это верят. А почему? А потому что у человека существует одна очень интересная педаль. Если вы ему будете говорить, что он хороший, то он, как пудель королевский в цирке, может любые па вам исполнять. А сверценные идеи типа справедливость, равенство, братство действуют магически. Давайте возьмем самую простую парадигму, которая существовала, была и в конце концов была полностью изменена до неузнаваемости. Давайте вспомним, что в 1917 году произошла революция 1917 года. Большевики пришли к власти на очень простых лозунгах. Смотрите, земля – крестьянам, заводы – рабочим. Это ж просто, смотрите. А по сути, Шариков же вам все сказал. Взять все, что? И поделить. Давайте все поделим. Прекрасный лозунг. Свергли царя-батюшку. Кроксы все разграбили, все ограбили. И тут на голову свалился военный коммунизм. Диктатура закона. То есть, как? Вы же обещали. Земля – крестьянам. Заводы – рабочим. Тут кроксы обиделись. И решили устроить восстание. И большевиков, так сказать, к ногтю. Например, матросы в Кронштадте. Почитайте, что стало с кронштадтскими матросами. Песенка, помните, была? Нас водила молодость в пламенный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас. На широкой площади убивали нас. А дальше лед ввел новую экономическую политику, которая называлась НЭП. То есть, по сути, возврат. К чему? К капитализму. Почему? А выяснилось, что для того, чтобы делать хлеб, выпускать продукцию и прочее, нужно людей как-то заинтересовать. Они не хотят работать просто так. Дальше историю Советского Союза, кому надо, изучите. И каждый раз, когда ныряли в идею, которую давали, потом их ловили и очень сильно насиловали. Не нравится политика партии и правительства? К стенке. Не понимаешь в текущий момент? К стенке. То есть, управлять идиотами при помощи лжи – это самый интересный способ, который, ну, по сути своей, изобрело человечество до сегодняшнего дня. Ну, когда в придурков превратили значительную часть человечества, вот тут уже не смешно. Когда, если ты хочешь быть умным, тебе это запрещают, это уже не смешно. Когда кто-то тебе начинает навязывать мысли под угрозой физической расправы, это уже не смешно. Понимаете? Когда кто-то тебе образ жизни начинает навязывать под угрозой оружия, вот это уже не смешно. Но начиналось все с того, что кроксы должны быть обмануты. А когда кроксы не хотят быть обмануты, к ним применяют силу. Помните, вы с вами говорили, как, ну, как бы формировалось мировоззрение, да? Модель за моделью. Барс, да? Потом волк, да? А потом вот пастух, да, с этими, с овцами, да? И, по сути, своей, вот эта пастушья система с овцами, она стала ключевой в 18 веке. Но ни волчья стая, ни барс никуда не делись. Они продолжили свое существование как негласно. А появились вот эти проповедники и овцы, которые их слушают. И эта вещь, ну, она что проповедует? Какую модель? Она говорит, у вас есть, будет все хорошо, если вы нас будете слушаться, да? То есть вам не нужно быть ни сильными, ни умными. Вам главное быть какими? Послушными. А мы вас будем охранять, защищать и так далее и тому подобное. Ключевые функции государства, да? И возникает очень неприятная ситуация при первом же тесте, да? Что когда вы полиции говорите, защитите меня, пожалуйста, она говорит, мы только на трупы выезжаем, да? Мы не можем за тенями гоняться. Мне для того, чтобы вас защищать, нужно сначала, чтобы в отношении вас совершили преступление, понимаете? Очень смешно. Но в этом и есть суть обмана вот этой вот модели. То есть все, кто были послушными, все умерли в нищете. То, что писали Стругацкие, сколько вас можно спасать, да? Почему вы постоянно слушаете разных уродов, да? Когда вы уже сами научитесь себя спасать? Никогда. Потому что модель вот этого пастуха и овец, она для овец самая удобная, понимаете? Смотрите, барсу надо как-то жить, охотиться, да, там, что-то делать, там, обеспечивать, да, еще что-то. В волчьей стае надо как-то выживать, да, там, иерархия, охота, там, и так далее. А в те ничего делать не надо, понимаете? И в этом ключ этой модели. Ключ к обману всего мира. То есть вам ничего не придется делать. Главное, чтобы вы были послушны. Понимаете? И мы за вас, ну, побеспокоимся. На самом деле проблемы шерифа индейцев не интересуют. Это овцы думают, что они интересны пастухам. Но на самом деле никакого интереса никто не испытывает к этим товарищам. То есть, понимаете, вот в этом весь смысл этой модели. Волки никогда не поверят в то, что будет все хорошо. Барс тоже, понимаете, никогда не поверит. А овцы всегда верят в то, что... Но за это овцам приходится платить. То есть, они являются расходным материалом в этой жизни. Дровами топки истории, так называемых. Весь прикол модели пастуха и овец, что о, паства, она как бы... Доля ее не завидан, но все более воля божья, понимаете? То есть, это то, что говорил Палыч когда-то, что человек не обязательно должен быть идиотом. Он может быть идиотом, но не обязательно, понимаете? Мы с вами как бы совершенно четко как бы должны понять, что все эти вещи между собой взаимосвязаны. То есть, если у тебя в голове модель овцы, то ты ее купил, эту модель, понимаете? То есть, тебе ее продали за безответственность. То есть, у тебя забрали ответственность, вроде тебе хорошо. То есть, ценой вот этой овечьей твоей натуры в голове, это забранная ответственность у тебя. Всего лишь навсего. То есть, тебе сказали, ну, живи как-нибудь, вот, ну, будь хорошим. А мы обо всем позаботимся. В результате что? Ну, как бы ничего. И пока вы ее не откажетесь от этой модели овцы, ничего не получится в жизни. Овец только стригут, запомните. А свиньи идут под нож. Понимаете? Так модель биржи устроена. И мирового рынка. Если вы вот так станете смотреть на то, что происходит, вам сразу станет понятно, что происходит. Субтитры создавал DimaTorzok